Рейтенант Главин, до 11 вечера мы можем слушать музыку на любой громкости. Так что либо присоединяйся, либо бай-бай. Да как ты разговариваешь с представителем закона? Ну я этого так не оставлю. Вы смотрите канал Падыграйка! Пеппа, Джордж, у меня отличная новость. К нам из Италии наконец-то приезжает папина сестра Альмира с дочкой Катрин. Здорово! По-моему они у нас еще не были. Да, поэтому мы должны показать им свое гостеприимство во всей красе. Здравствуйте, мои хорошие! Как я рада вас видеть! Здравствуй, дорогая сестренка! Ну как добрались? Все хорошо, спасибо! Джордж, Пеппа, вы так выросли! Знакомьтесь, это моя дочь Катрин. Слушай, да они же как две капли воды, прям как близняшки. Ага, я сразу заметила, как зашла. Пойдем, Катрин, я покажу тебе свою комнату. Окей, пошли. Слушай, а летать на самолете очень страшно? Да нет, все норм, вообще не страшно. Ты лучше мне скажи, у вас есть какая-нибудь движуха в городе? Куда посоветуешь сходить потусить? Ну, у нас есть большой музей, театр, недавно открылась новая библиотека. Нет, при чем тут библиотека и театр? О, что за фотка? А, это мой класс. Недавно, кстати, фоткались. А что это за мальчик с зеленой футболки? Ой, и не спрашивай, это хулиган Алекс. Хитрый, наглый, как танк. Я с ним даже не общаюсь. Хм, мне нравятся такие. Что? Да так, мысли вслух. Кхе-кхе-кхе-кхе-кхе-кхе. Да ладно ты, не переживай. Все будет норм. Салют, ребята. Как же туха? Что нового? Ну, че молчите? Воды в рот набрали? Что это с тобой, Пеппа? Кофе перепила? А я, как посмотрю, ты здесь самая умная. Че глаза вылупила? Мисс Грей, короче, вот я закончила. Так, Пеппа, я не поняла. А ты ничего не перепутала? Вообще-то звонка еще не было. А чем мне ваш звонок? Я работу выполнила. Увидимся на следующем уроке. Привет, Алекс. Тебя ведь так зовут? Хорош дурочкой прикидываться. Че тебе надо? Не хочешь сводить меня в кафе? Эм, что? Ты серьезно? Или это очередная подстава? Забудь, что было. Ты такой душка. Погоди. А как же Кевин? Кевин, Эвин, ты идешь или нет? Хм, а я смотрю, ты поумнела. Правильных друзей себе выбирать начала. У меня есть предложение получше. Сегодня вечером состоится вечеринка. Если хочешь, приходи. Да я с удовольствием. Че дома тухнуть? Добрый день. Лейтенант Головин. Привет, лейтенант. Тоже потусить хочешь? Так, вообще-то я по работе. Соседи жалуются, что очень громко играет музыка. А, ну передай соседям. Пусть вату в уши вставят. Не понял. Ну что еще? Так, юная хамка, время уже позднее. Так что выключайте музыку и расходитесь по домам. Живо! Лейтенант Головин. До 11 вечера мы можем слушать музыку на любой громкости. Так что либо присоединяйся, либо бай-бай. Да как ты разговариваешь с представителем закона? Ну я этого так не оставлю. Здравствуйте, лейтенант. Что-то случилось? Здравствуйте. Вы в курсе, чем занимается ваша дочь по вечерам? Мало того, что она со всей компанией слушает музыку на всю громкость, так еще и нахамила мне после того, как я сделал ей замечание. Лейтенант, вообще-то Пеппа весь вечер дома сидела. Пеппа? Как это ты добралась до дома быстрее меня? Да еще и косметику так быстро смыла. Косметику? Так, а где сейчас Катрин? Ёлки-палки, что-то я уже совсем ничего не понимаю. Какая еще Катрин? А опять ты? Ну я же сказала, что не выключи музыку до 11. Мама? Катрин, ты даже в гостях умудрилась доставить неприятности людям. Как теперь Пеппа будет в школе перед учителем оправдываться? Бессовестная. Немедленно выключайте музыку и марш домой. Хорошо, хорошо. Уже иду, мамочка. Это о всех касается. А с тобой мы еще дома поговорим.